А вы в курсе, что 10 ноября исполнится ровно 100 лет со дня создания советской милиции? Но за целый век ведомство прошло огромный путь развития. Изменилось практически все. От обмундирования стражи порядка до названия главного правоохранительного ведомства страны. Но неизменным осталось назначение полиции. Это защита жизни и здоровья граждан и обеспечение права порядка. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну, перед современными полицейскими сегодня стоит куда больше задать, чем когда-либо, особенно в курортном городе Сочи. Об этом мы сегодня поговорим с заместителем начальника отдела уголовного розыска УВД города Сочи Сергеем Гараевым. Здравствуйте, Сергей Сергеевич! Здравствуйте! Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. Ну, Сочи давно стал уже площадкой для проведения крупнейших мероприятий международного масштаба всероссийского. Это и форумы, и спортивные какие-то мероприятия. Ну, и, конечно, к безопасности отсюда особое требование. Но, как ни странно, курорт сегодня называют одним из самых безопасных курортов не только в России, но и за ее пределами. Как вам кажется, в чем все-таки секрет такого успеха? Ну, и вообще, какова сегодня криминальная обстановка в нашем городе Сочи? Секрет достаточно прост. Зависит это все от ежедневной кропотливой работы каждого сотрудника полиции, всех подразделений в целом. Поэтому и у нас такой положительный результат. В целом, оперативная обстановка по городу Сочи в 2017 году остается под контролем, стабильная. Поэтому в данном направлении мы и работаем. Ну, вот вы сказали, что это результат кропотливой работы. А вот все-таки опыт проведения здесь в городе крупнейших мероприятий, вот как помог полиции? Безусловно, уже проведено не одно мероприятие. И это и экономические форумы, и кубки конфедерации спортивные, и фестиваль молодежи. Конечно, у нас нарабатывается огромный опыт, и в дальнейшем будут только расти в данном направлении. Ну, и, конечно, этот опыт поможет и в проведении врядущего чемпионата мира. Совершенно верно. Чемпионат мира. Мы уже подойдем к нему полностью готовы по всем направлениям. Ну, вот все-таки, если сравнивать работу советской милиции с современной полицией, вот по вашему мнению, что мы могли бы взять, может быть, в настоящее из прошлого? А вот что кардинально сегодня изменилось вообще, и, может быть, стоит вернуть что-то из прошлого? Например, работу медицинских вытрезвителей, как вам кажется? Ну, на дворе 21 век, у нас изменилась преступность. Вот, она также наряду со всеми вступила в век высоких технологий. Поэтому преступления, у нас львиная доля, это с использованием мобильной связи, это атаки на мобильные банки. В основном это субъекты пенсионеры, люди, которые подвержены такого вида преступлениям. Вот, это 30% из них, это когда звонят, представляется, типа, ваш сын попал в ДТП, срочно необходимые деньги для решения вопросов. 30% из этой цифры – это размещение каких-либо объявлений на таких сайтах, как Авито. Вот, тоже люди переводят деньги за приобретение какого-либо товара. На самом деле, товар никто не собирался высылать. В связи с этим, в чем, значит, трудность раскрытия данных преступлений? В том, что оформление телефонов, как завсегда, зачастую, это на другие подставные лица. Вот, поэтому это происходит, обращение в полицию происходит через некоторое время, не в момент совершения преступления, когда человек уже понял, что в отношении у него совершено преступление. Поэтому в данном случае, конечно, немножко у нас, мы не можем сказать, что раскрываются преступления на 100%. Но мы работаем в данном направлении. Также в этом 21 веке у нас также появилось много возможностей. И тот же и безопасный город – это видеокамеры на улицах, это возможности технического плана. Поэтому основной, конечно, блок преступлений, совершенных на территории Горы Сочи – это преступления имущественного характера. Ну, а о видах преступлений мы еще поговорим. А все-таки вот интересно, могли бы мы взять из прошлого те же медицинские вытрезвители? Актуально ли это сегодня? Почему да, почему нет? Данный вопрос рассматривается сейчас в Минздраве. Конечно, хорошо было бы, если бы медвытрезвители вернули к проведению Чемпионата мира по футболу. Это было бы нам дополнительным подспорьем в раскрытии преступлений. Потому что преступления совершаются как и в состоянии алкогольного опьянения, так же и в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ну, и вот теперь давайте перейдем к самым распространенным видам преступлений, которые совершаются в нашем городе. Все-таки специфика такова, что у нас город-курорт. Это какой-то накладывает отпечаток на виды преступлений, которые здесь совершаются. Но все-таки как мы должны себя обезопасить, свою жизнь, свое имущество от разного рода посягательств? Ваши советы? Конечно, львиная доля – это кражи. Имущественные преступления – это кражи. К нам приезжают по несколько миллионов гостей, в курортный сезон отдыхают. Люди употребляют спиртные напитки, относятся к своим вещам. Безалаберно. Безалаберно, конечно, бросают. И это мелкие кражи, сотовые телефоны дорогие, которые они оставляют на барных стойках, на пляже, на лавочках. Конечно, да. Как себя обезопасить? Это, конечно, прежде всего смотреть за своими вещами, не бросать их на каждом шагу. И, я думаю, процент этих краж сократится. Это, конечно, у нас происходит в курортный сезон. Сейчас курортный сезон уже закончился. В основном 60% преступников – это иногородние лица, которые приезжают на зимний период в город Сочи в связи с погодными условиями. Потому что здесь тепло, здесь можно переночевать на старой заброшенной даче. И это растет процент совершения преступлений именно на дачных участках, откуда воруют. И шуруповерты, перфораторы, несут все подряд. Как водится, люди отдыхают на дачах только в летний период, потом уезжают в город и посещают эти дачи раз в две, в три недели. Ну, а помимо краж, помимо имущественных преступлений, что еще характерно для города Сочи? Может быть, какие-то тяжкие преступления у нас тоже происходят, раскрываются? Ну, могу вам сказать, что на территории города Сочи в 2017 году было совершено 20 убийств, из которых все раскрыты. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом тоже все раскрыты. Изнасилования также все раскрыты 100%. Поэтому в данном направлении полиция работает. Да, таких резонансных преступлений у нас вызывающие общественную резонансу не допущено. Вот, не допущено также проявление экстремизма и акции терроризма. В этом направлении, да, мы работаем постоянно. Ну да, эти цифры говорят, конечно, о высоком профессионализме наших сотрудников органов внутренних дел. Ну и вы уже немного затронули тему телефонных мошенников, да, вы уже начали о ней говорить. Но все-таки ваши советы, как нам, простым людям, не попасться на их удочку? И все-таки есть ли случаи, когда телефонные мошенники, которых, я понимаю, очень сложно задержать, все-таки были задержаны и как-то наказаны? Всего на территории города Сочи зарегистрировано в этом году 217 мошенничеств. Процент раскрываемости у нас меньше половины, конечно. Есть и задержания лиц, которые осуществляли мошеннические действия под предлогом продажи на сайтах Авито. Вот. Как правило, мошенники, они дистанционно работают и из других городов, и из мест заключения звонят, да. И буквально два месяца назад в городе Сочи была задержана организованная группа, которая прибыла в город Сочи. Они работали в Москве, потом перебрались в Самарскую область, и вот с Самары приехали сюда, в Сочи. Они звонили пенсионерам, рассказывали, что мы государственная компания, мы хотим вам выплатить, вернуть вам деньги за потраченные вами некондиционные лекарства. Вот. Вам необходимо продиктовать номер своей карты и код, который находится на обороте. После этого, да, входили в доверие, люди переводили деньги. Сейчас следственная оперативная группа работает, возбуждено уголовное дело. Там, в данной группе, порядка 150 эпизодов. Это потерпевшие практически по всей России, не только находящиеся на территории города Сочи. Поэтому, можно сказать, что в этом направлении тоже работа у нас ведется. Ну, как не попасться на их удочку, не быть наивными, не сообщать свои личные данные? Совершенно верно. Что касается людей пенсионного возраста, они даже на своих кредитных карточках и банковских картах, они, чтобы не забыть пароли, даже делают надписи с этими пин-кодами. Этого делать ни в коем случае нельзя. И также, когда будут звонить вам, представляться сотрудниками государственных структур, органов внутренних дел, ни в коем случае никому не сообщать номер своей карты, не делать никаких махинаций, не подходить к банкомату, не переводить никуда деньги. Поэтому, в случае поступления такого звонка, необходимо сразу сообщить сотрудникам органов внутренних дел в полицию по телефону 02. Ну, еще одна острая тема – это распространение наркотиков. Сегодня этот вид незаконной деятельности приобретает все новые и новые формы. Закладчики, ну, уже повсюду. Все-таки много ли задержано таких наркодилеров? Как удается выходить на их след? И что грозит таким распространителям запрещенных веществ сегодня? За 2017 год задержано 34 человека, осуществляющих такую деятельность, как закладки наркотиков. Туда входят помимо мужчин также и женщины, и девушки, которые в настоящий момент привлечены к уголовной ответственности. Что им грозит? Грозит вплоть до пожизненного заключения. Часть пятая, 228-й, в особо крупном размере – сбыт наркотических средств. Поэтому предупреждаю, конечно, всех, чтобы не шутили с этим, потому что это будет перечеркнута ваша жизнь полностью. За сбыт в малом количестве грозит срок от 3 до 10 лет. Вот и думайте с вами. Ну да, привлекают и молодых людей, обещают легких денег. В итоге… Да, да. Конечно, если это первая судимость, там срок будет маленький. Хотя как маленький, для кого? Как? Это будет 5-7 лет. Поэтому нужно задуматься по этому поводу. А так сроки от 10 до 15 – это средние срока за распространение наркотических средств. В системе МВД создано оперативное подразделение ОКОН, которое непосредственно занимается раскрытием преступлений в данном направлении. Вот. Поэтому, безусловно, большую помощь оказывают жители нашего города Сочи, граждане, которые видят это происходящее. Конечно, это всех трогает. И поэтому они также от каждого из нас зависят, будут у нас наркотики в городе или нет. Это сотрудники получают сообщения от ответственных граждан, что в данном районе происходят закладки. После этого выезжают сотрудники полиции, задерживают. И этот канал стараются прервать распространение наркотиков. То есть нужно быть бдительными и нам с вами помогать вам в этой непростой работе? Безусловно. Без помощи гражданам мы не справимся. Поэтому надеемся на вас. Да, но и совсем скоро полицейские всей страны будут отмечать свой профессиональный праздник. Уже 10 ноября день сотрудника органов внутренних дел. Но еще в этом году юбилейная дата. 100 лет дня создания милиции. Целый век уже прошел. Что можете пожелать и действующим сотрудникам, своим коллегам, но и, конечно, ветеранам службы? Пожалуйста, вам слово. Дорогие коллеги, уважаемые ветераны. В этот день, в преддверии 10 ноября, хочу поздравить всех с днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 10 ноября – это профессиональный праздник, который связывает всех людей, которые связали свою судьбу с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Профессиональный праздник людей, которые, несмотря ни на что, круглый год, каждый день, каждую минуту раскрывают преступления, борются с преступностью. Иногда ценой собственной жизни. Поэтому я хочу пожелать всем, прежде всего, здоровья, долгих лет жизни, достатка в семье и оперской удачи. Всем. С праздником. Спасибо огромное. Ну и от меня лично, и от, конечно, коллектива нашей телекомпании, тоже хотелось бы вас поздравить с профессиональным праздником. Спасибо. Желаем вам удачи в службе. Ну и спасибо за то, что находиться, жить в нашем городе, в городе Сочи, так безопасно. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД города Сочи Сергей Гараев. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в субтитрах.